В региональном управлении Росреестра прошла пресс-конференция, посвященная вопросам использования земель, расположенных в населенных пунктах и на территории садовых и огороднических товариществ. На встрече с представителями ведомства побывал наш корреспондент Артур Мхце. Беседа представителей Республиканского управления Росреестра с журналистами была посвящена в первую очередь некоторым изменениям в законодательстве, которые касаются оформления земельных участков, их освоения условий для изъятия. Созданный федеральным ведомством законопроект вступит в силу 1 марта 2025 года. Ещё на стадии обсуждения у граждан появилось беспокойство, что спустя какое-то время они могут лишиться своей собственности. Если мы подробно этот закон изучим, там говорится об освоении земельного участка в течение трёх лет. Это имеется в виду, что нужно его освоить. К примеру, если заболоченный участок, какие-то мусор там есть, нахламление. Эти три года даются гражданину для освоения земельного участка. То есть, проходит три года, если вы освоили этот земельный участок, всё привели в порядок, законодательно вам даётся два года ещё на хотя бы построить фундамент и пять лет уже для завершения на строительство. То есть, на освоение и строительство законодательно даётся восемь лет. Кроме того, надо понимать, что есть участки, которые изначально не предназначены для возведения построек. Закон создаёт прозрачный механизм регулирования использования земельных участков и обеспечивает их вовлечение в экономический и хозяйственный процесс. Эта мера должна быть действенной в отношении, в первую очередь, тех, кто на протяжении длительного периода времени оставляет землю заросшей, захламлённой. Также специалисты Росреестра рассказали о том, могут ли быть газифицированы дома садовых товариществ, переведённые в жилую застройку. Для того, чтобы попасть в программу газификации, что нужно. То есть, садовое некоммерческое товарищество должно находиться в границах населённого пункта. Населённый пункт должен быть газифицирован или попадать в программу газификации. И, естественно, для того, чтобы провести газ, должны быть зарегистрированы права собственности на земельный участок и жилой дом. До представителей региональных СМИ также довели информацию о возможности подать через портал Госуслуг заявление на профилактический визит и консультацию специалистов Росреестра. Причём основной акцент в работе сотрудников ведомства сделан именно на профилактику, а не на непременное наказание. Законодатель ушёл от палочной системы. То есть, если раньше государственный инспектор по использованию и охране земель Карачаева Черкесской Республики больше как-то наводил страха для обычных жителей, сразу как-то проверка, административное наказание, то на сегодняшний день законодатель отдаёт приоритет профилактике, то есть предупреждению нарушения. Однако это вовсе не значит, что землепользователь может вести хозяйственную деятельность недобросовестно и нарушать требования земельного законодательства. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия.